добрый день друзья сегодня хочу вам показать видео как разблокировать в атлант затылочном сочленении не буду вдаваться в достаточно сложную биомеханику этого сустава скажу лишь то что действительно нормальная подвижность в этом суставе очень важна для функции органов черепа для того чтобы нормально функционировал зрение например слух так далее да не было головных болей все это очень важно вам нужно определиться с тем какой сустав заблокированный в какую сторону нужно двигать сустав для того чтобы улучшить подвижность ним сустав может болеть или с слева и справа предварительно перед тем как начать лечение нужно провести такую простую достаточно диагностику вам нужно наклонить голову в одну сторону и повернуть голову в другую сторону итак например наклоняем голову налево и поворачиваем направо сравниваем с наклоном головы направо и поворотом головы налево и если в первом случае у вас движение хуже чем во втором ну туда вы собственно говоря и двигаете и вне зависимости от того где у вас болит слева и справа вы делаете это движение именно в сторону ограничения предварительно мышцы шеи можно подготовить тем что вы их ослабляете техникой пост изометрической релаксации ранее я снимал уже эти видео а также можно сделать поперечный массаж коротких разгибателей шеи в подзатылочной области просто устанавливаете таким образом пальчики средний на указательный и прорабатываете места прикрепления мышц в подзатылочной области они очень хорошо чувствуются эти места прикрепления они болезненные так вы их и прорабатываете несколько минут и затем устанавливаете руку таким образом чтобы локтевая поверхность мизинца попадала на боковую массу атланта это значит что боковая масса атланта находится под сосцилинным отростком чуть ниже сзади уха под сосцилинным отростком височной кости сразу следующая часть на которого попадаете это боковая масса атланта и дальше вы уже делаете наклон ну например я чувствую что у меня хуже движение в левом наклоне и правом вращении и вы делаете это движение левый наклон и правое вращение делаете таким образом что в данном случае правая рука у меня стабилизирует атланта а левая рука совершает пассивный наклон и вращение наклон налево вращение направо если вы будете помогать это движение делать активно своей головой тоже ничего страшного это будет только облегчать состояние количество повторений 30 раз также нужно делать это упражнение несколько раз в день 3 5 даже 7 раз когда это необходимо для улучшения подвижности в суставе и расслабление капсулы сустава спасибо за внимание всего доброго